Друзья, всем привет! С вами команда портала InvestFuture, я главный редактор проекта Кира Юхтенко. Вы смотрите экономический субботник номер 5, обсуждаем главное в мире экономики и финансов в России и во всем мире. Ну, поехали! Мяу! Друзья, я совсем забыла вас предупредить. В последнее время очень часто произношу частицу «ну», и вы тоже писали мне об этом в комментариях. Решила истребить. Подсмотрела хорошую методику в книге Радислава Гандапаса «Камасутра для оратора». Каждый раз, когда произносишь нежелательное междометие, нужно громко и отчетливо мяукать, гавкать или кукарекать. Я выбрала для себя слово «мяу». Буду очень благодарна, если вы мне поможете. Посчитайте, пожалуйста, сколько раз в этом ролике я произнесу слово «ну» и сколько раз я мяукну. Пожалуйста, напишите ответ в комментариях, и среди всех правильных ответов мы случайным образом выберем победителя, которому мы подарим вот эту книгу. Кроме того, в книге я тут внезапно обнаружила закладку, которую мы тоже вам отправим. Это подлинные 100 долларов. Все условия участия в конкурсе вы найдете в описании к этому видео, и победителя мы объявим ровно через неделю в нашем телеграм-канале. Поэтому подпишитесь на него, пожалуйста, тоже. Ну, поехали. Мяу! Итак, начинаем с новостей российской экономики. Все мы с большим нетерпением ждали решения Банка России по процентной ставке, и в пятницу, 9 февраля, наконец, оно было озвучено. ЦБРФ, как и прогнозировали многие экономисты, понизил процентную ставку на 0,25, и теперь ключевая ставка составляет 7,5%. Такое действие совпало с прогнозами большинства экономистов. Некоторые ожидали понижения на 0,5%, но, как предполагают аналитики, ЦБРФ от такого более поспешного понижения удержали события на мировых рынках, о которых мы поговорим несколько позже. В целом, ЦБРФ отмечает хорошую динамику инфляции, и действительно, на этой неделе мы увидели свежую статистику. Инфляция в годовом выражении в России снизилась на новый рекордный минимум и составила 2,2% по итогам января. Что дальше? Как дальше будет ЦБ действовать по процентной ставке? Если посмотреть на консенсус прогноз аналитиков, то на конец 2018 года большинство ожидают увидеть ставку ЦБРФ в диапазоне 6,5-7%. Что это значит для простого пользователя? Это значит, что продолжат снижаться в этом году как ставки по депозитам, так и ставки по кредитам. Поэтому депозит лучше открывать сейчас, а кредит, напротив, оформлять несколько позже. Еще одна хорошая новость для российских граждан. К дню труда 1 мая в России будет повышен минимальный размер оплаты труда, он же МРОД. Он составит 11 163 рубля с 1 мая 2018 года. Таким образом, МРОД будет равняться 100% прожиточного минимума населения по состоянию на второй квартал 2017 года. Но, тем не менее, МРОД российский по-прежнему остается одним из самых низких в мире среди стран, которые считают себя развитыми. Так и для сравнения, МРОД в Люксембурге в настоящий момент составляет более 3000 евро. Это самый высокий МРОД в странах Европейского Союза. Что еще у нас есть интересного из этой тематики? Министр труда Топилин заявил, что если даже прожиточный минимум снизится, это не уменьшит МРОД. Вот такая вот хорошая новость. Новый закон уже прошел первое чтение в Госдуме и затронет 3 миллиона человек, как предполагается. Правда, многие депутаты отмечают проблему. Регионы в связи с принятием более высокого МРОД будут постепенно выводить персонал за штат. Таким образом, люди будут лишаться, во-первых, отпускных и, во-вторых, больничных. Ну, расскажите, мяу, расскажите, пожалуйста, в комментариях, слышали ли вы уже о такой ситуации в своих городах, в своих регионах. Потому как в интернете уже действительно довольно много подобных историй было описано. Ну и, мяу, свежие новости налогового законодательства. Прокатился слух о том, что Министерство финансов планирует после выборов ввести новый налог на обмен иностранной валюты. Налог может составить 13% при приобретении и продаже иностранной валюты, если объем сделки превысит определенную сумму. Правда, замглавой Минфина Илья Трунин поспешил опровергнуть такое предположение. Он заявил, что не планируется вводить налог на обмен валюты. И, в общем-то, может быть, Минфин и хотел бы это сделать. Но Илья Трунин посетовал, что доход при совершении таких операций определить совершенно невозможно. Поэтому россиянам пока не о чем беспокоить. Ну а мы с вами, мяу, переходим к новостям мировых рынков. На прошлой неделе очень много говорили об обвале на американских фондовых площадках, который потащил с собой котировки всех основных мировых фондовых индексов. Итак, началось все с Америки. Два раза за прошлую неделю мы видели, два дня мы видели очень мощные распродажи. И в итоге с 1 февраля американский индекс S&P 500 и его спутники Dow Jones и индекс Nasdaq потеряли чуть менее 10%. Это очень солидный обвал. И, кроме того, азиатские площадки также на этом фоне чувствуют себя плохо. Шанхай Композит минус 9,2%, это китайский фондовый индекс и корейский Хангсенг минус 9,6%. Что происходит? Дело в том, что у нас на прошлой неделе, еще мы это обсуждали в нашем последнем субботнике, была опубликована сильная статистика по рынку труда Соединенных Штатов. В том числе хорошо подросла средняя почтовая заработная плата, которая является компонентом при подсчете инфляции. Такая сильная статистика говорит о том, что, возможно, в Америке действительно начнет расти инфляция. И это создаст фундамент для того, чтобы Федеральная резервная система, Американский Центробанк, повысила процентные ставки 3 или 4 раза в 2018 году. Если говорить более простым языком, большее количество повышений процентной ставки сделает заемные средства в Соединенных Штатах Америки более дорогими. Ну и, соответственно, получится, что кредиты будут дорогими, а американская экономика не сможет развиваться так быстро, как того ожидают инвесторы. В результате мы видим, что котировки американских компаний снижаются, снижаются фондовые индексы, вслед за ними дешевеет также и весь мир. Что это? Кризис или какая-то небольшая коррекция? Большинство аналитиков склоняются к тому, что пока оснований говорить о полноценном фондовом кризисе у нас нет. Нет. Аналитики Allure Broker так, например, отметили, что, как правило, когда рынок входит в фазу кризиса, мы первым делом видим, что дорожает золото. Однако мы по золоту видим, что максимум локальный был достигнут 25 января, а с тех пор котировки золота несколько снижаются, что таким образом говорит о том, что рынок не уходит в защитные активы. Ну и российские мяу, биржевые площадки, также последовали за мировыми и корректировались ниже на прошлой неделе. Правда, индекс ММВБ подешевел намного скромнее и потерял чуть менее 5% на прошлой неделе. Распродажи на нефтяном рынке также продолжаются. Нефть Brent стоит менее 65 долларов. Рынок отыгрывает ожидания по росту добычи черного золота в Соединенных Штатах Америки. Ну и несколько слов мяу о курсе российского рубля. Пара американский доллар и российский рубль на прошлой неделе подросла выше отметки в 58 долларов. Соответственно, мы видим, что там у нас намечается разворот наверх. Более подробно о перспективах рубля в нашем отдельном ролике вы найдете его на нашем YouTube-канале. Заходите, подписывайтесь. Ну и еще немного новостей из-за океана мяу. На прошлой неделе мы все с замиранием сердца наблюдали за запуском сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которую провела компания SpaceX, которая управляет всем известный Илон Маск, звезда от частной космонавтики в Соединенных Штатах Америки. Ракета отправила, помимо всего прочего, личный автомобиль Маска Tesla под музыку Дэвида Бовой на околоземную орбиту. Спорт-кар, как говорит Маск, может находиться на орбите сотни миллионов лет, а общая грузоподъемность ракеты превышает 64 тонны груза. Правда, Роскосмос довольно скептически отнесся к успехам Илона Маска, заявив, что это все замечательный трюк и промо-акция, которая направлена на то, чтобы помочь погибающей компании Tesla. Ну, действительно, мяу, убытки Tesla за четвертый квартал, как мы увидели как раз совсем недавно, достигли рекордного уровня и составили 675 миллионов долларов. Правда, Илон Маск довольно позитивно оценивает перспективы компании на 2018 год и считает, что уже в этом году компания сможет выйти на генерацию стабильной поквартальной прибыли. Так или иначе, рыночная капитализация компании растет и уже превышает 58 миллиард долларов, несмотря на то, что компания Tesla по-прежнему остается убыточной. В общем и целом, аналитики довольно перспективно оценивают потенциал данной бумаги на американском рынке и не разделяют тревоги Роскосмоса. Кстати, хорошим примером того, как компания может после долгого времени убыточной работы выйти в прибыль, стала на этой неделе компания Twitter, которая впервые за 12 лет работы показала квартальную прибыль в четвертом квартале 2017 года. Она составила 91 миллион долларов. Ну, будем надеяться, что у Tesla тоже все получится. Ну и переходим к новостям криптовалютного рынка. На прошлой неделе в начале семидневки весь крипторынок был в крови, как это называют обозреватели. Очень резкий обвал мы наблюдали. Например, котировки биткоина упали ниже отметки в 6 тысяч долларов. Правда, к концу недели ситуация несколько стабилизировалась. И вот какие результаты мы на данный момент имеем. Биткоин по состоянию на субботу стоит 8700 долларов и в итоге за неделю потерял только 3%. То есть сумел довольно солидным образом отыграть свои потери. Эфир 876 долларов за монету за неделю потерял чуть более 7%. Кстати, некоторые криптовалюты, несмотря на обвал, сумели вообще очень хорошо отрасти. Так, например, Ripple прибавила 25% по итогам недели, Litecoin плюс 15% и плюс 6% прибавил Bitcoin Cash. Ну, что касается компании Ripple, здесь у нас были хорошие новости, связанные с тем, что Ripple выходит на китайский рынок. И была заключена сделка с компанией Lionline International. Это провайдер платежных услуг из Гонконга. То есть, несмотря на все запреты и ужесточение крипторегулирования, у компании Ripple в целом на азиатских площадках все довольно неплохо. Также в Индии Ripple продолжает свою интеграцию в живой бизнес. Ну, немного новостей о криптобиржах. На прошлой неделе у нас были сбои, которые затем все довольно хорошо закончились. Так, биржа Binance возобновила работу после того, как 24 часа фактически пробыла в офлайне. И биржа Binance предлагает сниженную транзакционную комиссию для своих пользователей в обмен в благодарность за перенесенное неудобство до 24 февраля. Кроме того, южнокорейская биржа BitHub возобновляет регистрацию пользователей и ограбленная японская биржа Coincheck готовится к возобновлению вывода фиатных денег. Ситуация более или менее стабилизируется. Какие еще новости на крипторынке у нас с вами есть? Обращу ваше внимание на любопытную новость о том, что площадка eBay, гигант интернет-торговли, отказывается от сотрудничества с PayPal в пользу сервиса Adyen, который интегрирует в свои расчеты биткоин. То есть таким образом eBay также переходит частично на цифровые расчеты. Ну, из других интересных новостей, компания NVIDIA, производитель видеокарт для гейминга и для майнинга, в том числе, показала очень хорошие результаты за четвертый квартал 2017 года, плюс 34% прибыли в годовом выражении, в том числе и за счет спроса на видеокарты. Криптомиллионеры постепенно покидают Калифорнию из-за невыгодных условий работы и угрозы регулирования и переезжают, как это ни странно, в Пуэрто-Рико. Там криптомиллионеры планируют создать новый город виртуальных денег, который будет называться Пуэрто-Утопия. Между тем, в Майами состоялась крупнейшая сделка, в рамках которой был продан дом за биткоины. Дом принадлежал российскому криптомиллионеру и продан он был за 455 биткоинов. Что еще у нас интересного? Ну, я не могу не отметить мяу, список криптомиллионеров, который впервые на прошлой неделе опубликовал журнал Forbes. То есть, фактически, даже такое крупное издание признает, что крипторынок может генерировать богатых людей. И это не просто какие-то спекулятивные цифры, а это уже достойно того, чтобы быть отдельным рейтингом Forbes. Что у нас тут интересного? 19 криптомиллионеров. На первом месте руководитель как раз-таки компании Ripple Крис Ларсон. Порядка 8 миллиардов в долларовом эквиваленте составляет его состояние. На втором месте сооснователь компании Эфириума Джозеф Любин. И на третьем месте гендиректор как раз-таки биржи Байденса, о которой мы говорили ранее. На четвертом месте братья Винклвосы. Они, кстати, на прошлой неделе поделились своими ожиданиями относительно цены биткоина. По их мнению, несмотря на такой резкий обвал котировок, биткоин по-прежнему остается недооцененным и может вырасти в 40 раз. Братья Винклвосы обращают внимание на то, что биткоин имеет потенциал не только в P2P транзакциях, а также в M2M транзакциях, то есть в транзакциях между машинами. И рок-звезда блокчейн-технологий Виталий Кабутерин в рейтинге расположился всего лишь на почетном 17 месте. Друзья, если вы верите в перспективы биткоина и других криптовалют, я напоминаю, что вы можете купить или продать все основные монеты через телеграм-бот. Вы сделаете это быстро и безопасно. Ссылку на телеграм-бота вы найдете в закрепленных комментариях к этому видео. Кстати, на прошлой неделе даже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он приобрел долю в биткоине. Правда, не уточнил, что это означает. Видимо, Кадыров верит в восстановление криптовалюты. Что ж, у меня на этом все. Честно говоря, мне даже само интересно, сколько раз я за этот ролик произнесла слово «ну». Сейчас буду считать. Я вам напоминаю, что у нас проходит конкурс. Я надеюсь, что вы не сбились со счета. И жду ваши результаты в комментариях. Количество «ну» и количество «мяу», которые я произнесла за этот ролик. Подписывайтесь на YouTube-канал, нажимайте на колокольчик, вопросы также задавайте в комментариях. И я напоминаю, что победителя нашего кошачьего конкурса мы объявим в нашем телеграм-канале. Поэтому на него тоже очень рекомендую подписаться. Спасибо. С вами была команда портала «Инвестфьючер». Меня зовут Кира Юхтенко. Всем хорошей недели. Ну и мяу.